Среди современных плацентарных млекопитающих наибольшим разнообразием обладают три группы этих животных – насекомоядные, рукокрылые и грызуны. И если первые являются по сути базисом и стратегической резервной группой дальнейшего развития мамалий в случае неминуемой, но пока неизвестной нам катастрофы, которая непременно приведет к очередному массовому вымиранию, вторые же просто заняли уникальную для тяжеловесных синапсид группу и неплохо адаптировались в ней. А вот третьи, являя собой самый разнообразный таксон на планете среди родственников, представляют не просто хорошо адаптированную группу, а демонстрируют приспособления в контексте своей эпохи, где основной массой продуцентов выступают покрытосеменные или цветковые растения, у которых в свою очередь основное биоразнообразие приходится на травянистую жизненную форму, что и является основным продуктом потребления грызунов. Но, как водится, так было не всегда. Привет, цинодонты! Это канал «Помни о предках палеонтологии» и меня зовут Даниил. Так вот, грызуны в той массе, что присутствуют сейчас или около того, начали диверсифицировать только после событий рубежа мелопалеогена, достигнув пика к олигоцену. Но не будет секретом, что экспансия цветковых растений началась значительно раньше, в середине мелового периода, около 115-110 миллионов лет назад. И на эту массу питательной пищи также нашлись некрупные, но очень активные консументы, ставшие конвергентными предшественниками грызунов. О них сегодня и поговорим. Мультитуберкуляты. Поехали! Мультитуберкуляты или многобугорчатые группа млекопитающих или мамалиоформ, но об этом чуть позже, названное так в честь строения их собственных зубов, обладавших множественными бугорками, а не потому, что они многократно болели туберкулезом, что в принципе тоже не исключено. Впервые описаны Эдвардом Коппом в далеком 1884 году и не сильно отличаются от других мамальных синапсид в плане периодического перемещения по филогенетическому дереву. Территориально основным местом их обитания была Лавразия, то есть нынешняя Северная Америка и Евразия. Но на какой-то момент, с включением гондванотериев как отдельной группы мультитуберкулят, их ареал расширяли и на бывшую гондвану. Однако более поздние исследования показали, что гондванотерии скорее сестринская группа для многобугорчатых в кладе алотерии. Однако эти шустряки успели побывать и в Южной Америке, правда это не точно. Существовали наши конвергентные грузуны с середины Юры около 170 миллионов лет назад, по самое эоцен-олигоценовое вымирание около 34 миллионов лет назад, топтав планету своими примитивными лапками аж 135 миллионов лет с гаком. И надо сказать, что грызуноподобными эти млеки были далеко не всегда, а начинали они как водится с базовой для всех амниот ниши насекомоядные. Ну а размеры их варьировались от условной мыши до условного бобра, тем самым соответствуя все тем же грызунам. И так как мы будем рассматривать огромную по численности группу, включающую более 200 видов животных, начнем с наиболее отличительной их части, то есть краниального скелета. Но чтобы совсем не запутаться, выделим три существенно отличающиеся друг от друга группы. Базальные мультитуберкуляты или плагиуолоциды, цемолодонты и птилодонтеи. Их строение черепа и в особенности зубов далее и обсудим. Итак, плагиуолоциды представляют собой парафилитическую и довольно обширную группу многобугорчатых со всеми этими тевтодонами и прочими баотарами, существовавшую с момента появления клады до примерно синаманского яруса мелового периода, около 195 миллионов лет назад, обладавшую наиболее примитивным насекомоядным строением зубов и наиболее ранними из таковых будут, пожалуй, описаны в 2020 году Алексеем Лопатиным и Александром Аверьяновым сибирские многобугорчатые Таштикия Примаева и Тагария Антикуая, по далеко не полному набору зубов. Однако строение этих самых зубов, хоть и наглядно отображающие принадлежность к мультитуберкулятам, показывает их родство с эухарамиидами по ряду признаков, как задний бугорок на нижнем примоляре и сильно выступающие края верхних примоляров. Таким образом, авторы предполагают, что Сибирь могла быть родиной для всей этой группы. Но было бы неправильным характеризовать группу по такому неполному материалу. Поэтому для более обширного представления о плагиуалоцидах мы возьмем находку ктенокодона из группы Алладонтиды из формации Моррисон США, которая также далека от полноты и представлена фрагментами верхней и нижней челюсти. Однако основным, что нас в данном случае будет интересовать, являются примоляры, с которыми здесь полный порядок. Если рассмотреть зубную формулу в общем, то мы получим три пары резцов на верхней и одну пару на нижней челюсти, рудиментарную пару клыков только сверху, аналогично по пять и четыре пары примоляров и по две пары маляров на обеих челюстях. И вот это обилие примоляров прошу запомнить, дабы наблюдать изменения в будущем. Что же касается строения этой группы зубов, то здесь практически не наблюдается какого-либо скругления коронок, спойлер, которое появится у более поздних видов. Внешний край обладает значительным выступом и все постклыковые зубы имеют массу бугорков. Нижнечелюстные отлично окклюзируют внутрь верхнечелюстных, что позволяет алдонтиду перерабатывать как растительность, так и насекомых. Что же касается остальных зубов, то наиболее выдающимися будет первая пара резцов, внешне напоминающая таковую у современных грызунов. Однако сходство, хотя и присутствует, может вести в заблуждение, как будто и те, и другие зубы имеют одинаковый функционал. На самом деле это, конечно, не совсем так. Ведь если внимательно присмотреться к резцам грызунов, то можно увидеть на них своеобразную заточку, как у стамески. Таким образом, эти животные стачивают постоянно растущие зубы, делая их одновременно острыми, что им жизненно необходимо, ведь основной пищей для них служит либо древесина, либо семена покрытосеменных. А в случае с базальными многобугорчатыми их зубы не стачивались и имели уплощение с боков, переходящее в своеобразную выемку по длине зуба наподобие долу у меча. А острота достигалась уже непосредственно морфологией зуба, что естественно, ведь в юре еще ни о каких цветковых речи идти не могло, следовательно, и резцы выполняли иную функцию. Перейдем к более развитым мультитуберкулятам, цимолодонтам, которые появляются в апском ярусе мелового периода около 120-110 миллионов лет назад, вот прям практически единомоментно с диверсификацией покрытосеменных и за каких-то 10-15 миллионов лет полностью вытесняют своих более стволовых сородичей плагиоалацит. Так как с находками в меловых отложениях куда как лучше, то рассматривать мы будем уже полноценный череп, который мы знаем под именем Манискоэс робустус, все из той же Северной Америки. Череп мощный, свод покатый, височные дуги и окна крупные, однако с сагиттальной гребень незначительных размеров заглазничная перегородка отсутствует. Мозговая коробка небольшая, при этом назальная кость выпирает над примаксилой, как у современных млекопитающих. Нижняя челюсть также мощная и практически прямая повдоль, совершенно не соответствуя широким височным окнам, что возможно было и не нужно многобугорчатым, ведь согласно некоторым исследованиям они не умели полноценно жевать, а лишь давили пищу и совершали вертикальные движения челюстями, как аномодонты, или так называемый полинальный удар. Предполагается, что симфис нижней челюсти не был сращен, и цемолодонты могли совершать движения челюстной кости по очереди разными сторонами. Косточки внутреннего уха эволюционируют независимо от остальных млекопитающих, и мультитуберкуляты обладают лишь одной парной костью в нижней челюсти. Перейдем к зубам. Зубная формула у цемолодонтов может варьироваться, но у большинства она такова. Две пары резцов на верхней челюсти, одна на нижней. При этом крупные зубы, выпирающие спереди, морфологически являются второй парой резцов, а третья представлена в редуцированном виде посреди диастемы. Клыки, как правило, отсутствуют, примоляров 4 на верхней челюсти и 2 на нижней. Первая пара практически редуцирована, а вторая, по факту, является четвертой, так как первые две пары, еще имевшиеся у базальных многобугорчатых, исчезают. Отдельно требуется остановиться на последней паре примоляров нижней челюсти, имеющей, как правило, округлую форму коронки с множеством поперечных желобков, которая, по сути, полностью заменяет все редуцированные зубы и входит в желоб примоляров и маляров верхней челюсти, создавая таким образом эффект циркулярной пилы, только без вращения и адовых звуков. Маляров же по-прежнему, как правило, по две пары, но они значительно увеличены в размерах и имеют уже по три ряда множественных бугорков. Исследование 2012 года, проведенное Американо-Астрало-финской группой ученых, показало, что, вероятно, мультитуберкуляты юры и раннего мела предпочитали животную пищу растительной. Но вот примерно с середины мелового периода довольно резко перешли в нишу консументов низших порядков, адаптировавшись под экспансию цветковых растений и проявив собственную экспансию невиданным до того времени видовым разнообразием синапсид, в чем им помогали узкоспециализированные зубы и мощные челюстные мышцы. Ну и последней рассматриваемой группой будут Птилодонтеи, которые по факту являются специализированной ветвью цимолодонтов. Ну как люди среди приматов примерно, только эти граждане научились лазать по деревьям. Прибывая в очень некрупной весовой нише, чуть более полукилограмма, для них это не составило большого труда, а возможность разворачивать стопу кзади еще больше облегчило задачу. А знаем мы это потому, что от Птилодонтеи остался ни много ни мало посткраниальный скелет. Даже от нескольких видов, не полные конечно, но что имеем. И вот если сказать кратко, то посткран Птилодонтеи разительно отличается от недалеко родственных гандванатериев своей грацильностью. И если первые были похожи на бобра и андатру, то вторые больше напоминают белку или бурундука. Описывать посткран я не вижу большого смысла, так как из действительно важных элементов строения это все те же развернутые стопы и гибкий хвост у некоторых видов, возможно позволявший цепляться за ветки, как суминия и некоторые приматы. Также в совместной американо-китайской работе 2021 года проводится качественный анализ конечностей и тазовых костей Птилодонтеи филикомиса, где авторы приходят к выводу, что он вероятно рыл норы, а единовременная находка нескольких особей этого вида в одном месте предполагает и социальное поведение у этих не совсем еще млекопитающих. Кстати об этом, согласно работе китайских ученых от 3 апреля этого года, алаттерии, увы, полноценными млекопитающими не являются, а принадлежат группе мамалиоформы вместе с докодонтами и морганукодонами. И все дело в строении зубов, а точнее бугорков на коронках, где у алаттерии бугорки развиваются параллельными линиями, а у млекопитающих, куда входят согласно работе как терии, так и монотрематы, зигзагообразно. Но если с выписыванием алаттерии из млекопитающих согласиться в целом можно, есть ряд других признаков, по которым им там не место. То перед тем, как объединять монотремат и австралосфенит с их трибосфеническими зубами, надо трижды подумать. Но это тема для более глубоких исследований и конечно же отдельного ролика. А еще мультитуберкуляты, вероятно, были живородящими. По крайней мере об этом говорит скорость роста костей и насыщение их минералами. Более подробно я говорил об этом в ролике про Ган-2 нотерии. Рожали они, конечно, не то чтобы полноценное потомство, но забота о нем и возможное наличие сумки и не такие проблемы решали. Закончились многобугорчатые во время эоцен олигоценного вымирания, вероятно, сначала проиграв конкуренцию грызунам и приматам, а потом не выдержав изменений климата. Ну и мы тоже будем заканчивать. Наконец-то я закрыл и этот гештальт. Подписывайтесь на канал, в том числе и в Телеграме, там мне гораздо проще отвечать на ваши комментарии, поэтому не забудьте их написать. Естественно, ставьте лайки, поддержите канал на Boosty и других ресурсах, а то все больше работ выходит платными, а Sci-Hub содержит отнюдь не всю информацию. Ждите новых роликов и, конечно же, помните о предках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова